Проверить себя и возможно заработать. Курянин Павел Глотов подал заявку на участие в новом реалити-шоу. По задумке организаторов, 30 человек должны будут 9 месяцев провести в Сибирской тайге под прицелом 2000 камер. Стартует проект 1 июля. А пока интернет-пользователи решают, кто отправится в экстремальное путешествие. С такой закаляющей зарядки начинается каждый день Павла Глотова и его детей. Это не подготовка к шоу, это будни. Зимовка в лесу, горные перевалы, поиск пищи. Все это для курянина не в новинку. Кавказ, Урал, Карелия. В туристических походах он повидал практически всю страну. Я считаю, что цивилизация загоняет человека в какие-то ужасные рамки жуткие. Вот эти флажки, за которые нельзя ходить, вот эти ниши. В результате человек страдает кучей стрессов, фобий, болезней, которые связаны с цивилизацией. Такая философия формирует и образ жизни всей семьи. Здесь никто не отказывается от благ цивилизации, но и с природой, на ты. Одно из любимых зимних развлечений – строительство снежных хижин. Ледяных пещер или, например, иглу. Вот это выросло во дворе буквально за один день. Снег был достаточно твердый, и он замерзал буквально за час. Здесь действительно можно жить, не боясь заболеть. В правильно построенном снежном убежище температура может держаться на уровне 15 градусов выше нуля. И неважно, насколько суровый минус за бортом. Мы все дети природы, и на самом деле, чем дальше мы от нее отходим, тем больше мы болеем, и тем нам хуже жить. Но Павел осознает – участие в проекте «Голодные игры. Выживание в тайге» станет настоящим испытанием на прочность. Будет и холодно, будет и голодно. Да и люди в экстремальных ситуациях могут преподнести неприятные сюрпризы. Кстати, сейчас кандидатов больше 150. Среди них и студенты, и домохозяйки, и иностранцы, слабо представляющие, что такое настоящая русская зима. Собственно, 30 человек, которые понятия не имеют, как, собственно, строить дом, как добывать себе пропитание, даже как элементарную воду, собственно, себе достать в тайге, будут, как говорится, как пауки в банке сидеть. Это будет интересно. Это в первую очередь развлекаловка для зрителей. И уже потом уже, собственно, выживать. Павел готов вести за собой всю потенциальную компанию. В тайге человек один, выжить ему практически зимой, наверное, невозможно. Собрать коллектив из людей совершенно разных взглядов и убеждений, и показать, что человек силен именно своим коллективом, вот это вот очень важно, это очень интересно, и по большому счету это нужно. Тут получается такое противоречие. С одной стороны, хочется, конечно, больше денег заработать, всем, наверное, да, с другой стороны, хочется показать себя человеком. Общий призовой фонд 100 миллионов рублей. Павел Глотов свой возможный выигрыш планирует потратить на реализацию интересных социальных проектов. Но это уже тема следующего материала, который мы обязательно подготовим, если курянин попадет в тридцатку счастливчиков. Так что давайте голосовать за земляка на официальном сайте проекта. Юлия Абрамова, Андрей Дегтярев, Телеканал СЕИМ.